привет любители москвы на канале вы смотрите передачу из цикла московская быль кино и сегодня я немножко расскажу о первом московском роддоме дело в том что именно сегодня 3 июня 36 года этот роддом был открыт но на самом деле 3 июня по старому стилю а если по новому стилю то это произошло 16 июня по нынешнему стилю по которым мы сегодня живем но это не суть важно практически во всех журналах источниках вы видите именно циклу 3 июня именно вот эту дату принято считать датой основания этого первого московского роддома на новый стиль фактически нас как-то не переводят хотя это не очень правило на самом деле это в общем-то это первый московский роддом хотя и вот так и пришественникам этого роддома который находился еще до недавнего времени недалеко от не узкой площади служил бесплатный такой родильный приют который был создан еще в 1889 году и при нем уже была гинекологическая больница осознала этот приют бесплатно для роженец агрепина абрику которая сама родила 22 ребенка вот по нынешним временам просто невиданное какое туда дело вот революции в принципе так много редко рожали но многодетность была обычной и вот она сама вырастила многие детей причем эти дети она их поставила на его семейство абрикосовых вообще оно было довольно не только многочисленным в москве но и достаточно хорошо образованными и многие из ее детей стали предпринимателями и купцами ну скажем так врачами читаем то есть многие хорошо показали себя хорошей страны в разных отраслях народного хозяйства и в принципе в общем скажем так не ударили грязь лицом то есть это не какие-то были там бытлу да какая-то масса и спившиеся люди какие-то отреби нет это были очень даже так сказать высокоинтеллектуальные обычно люди по тем людям не проводят ну и в частности вот они кстати абрикосов именно были основателями кондитерской фабрики очень известной в москве до сих пор она работает но правда сейчас она называется уже бабаевская кондитерская фабрика концерт бабаевский если быть более точным и находится он недалеко от станции метро красносельства в малом красносельском период и так абрикосу основал этот приют и надо сказать что она и сама помогла на ее средствах сначала приют для роженых и она сама в принципе тоже навещала женщин которые собирались рожать дарила им подарки то есть всячески окружала их любовью и заботой ну умерла адрикона прикоса в 1901 году и завещала на расширение приюта на создание такого полноценного роддома сто тысяч рублей и в шпоре после смерти в общем то началось строительство нового такого здания очевидно для вот уже роддома на 70 мест на 70 мест и создание его дома принял участие профессор Акушер Арахманов и в 1906 году это здание было построено на оперещение улицы Александра Невского и второй Невуцкой улицы недалеко от лесной улицы и здесь же рядом находится станция метро белорусская но тогда метро здесь не было до метро еще более 30 лет когда она здесь появилась белорусская ну а соответственно роддом уже возникли здание довольно красивое было построено в виде венского модерна ну вена столица Африи западноевропейского модерна венского соцессиона как это там называли по проекту архитектора Иванова Шильца довольно интересный архитектор который построил в Москве много таких строений иметь стиле модерна ну этот стиль был принят в начале 20 века такое трехэтажное здание необычной формы такое вот это на углу и так еще несколько загружается вот и стал он работать и здесь были врачи роженицы и в общем то есть сам этот Арахманов профессор который в общем то участвовал в проектировании этого здания тоже он был главврачом фактически директором этого роддома до 1025 года во время основания и можно и содержал этот приют именно наследство во сне сыновей Агрепина Абрекунски то есть вот потом Агрепина она создала это было аристоков этого роддома ну и соответственно ее сыновья они давали тоже деньги на его содержание и здесь в общем то было производилось до 2000 родов в год достаточно много тем более по тем временам ну и дальше здесь постоянно подходили рождение детей роддом успешно функционировал и в советское время правда был переименован после революции когда власти пришли большевики в честь ну как сейчас говорят в первой леди страны тогда ей была жена Ленина основателя советского государства Надежды Крупская хотя она как мы знаем детей не имела ну как говорится по статусу первой жены решили переименовать в Крупцию но все таки она женщина была как ни крути да хотя конечно естественно что ну имя основатель есть кого назван то или иное заведение неважно роддом там или институт или еще что то но конечно все таки должно быть как бы образцом да так и водной звездой ему стоит стремиться естественно если обретена Априкосов она несомненно была женщина так сказать которая вполне и нужна и можно было подражать то естественно Крупская скажем прямо как-то не очень подходит на ту женщину которую стоит подражать в общем-то во всех отношениях это в общем такой был политический монолит и вся жизнь была то, что она именно это телу чисто политики да и продавливание такой большевистской идеи ну помощи Ленину его опять же опять же не семейной при всей жизни да а больше именно такой политической ну ладно так сказать это не самое главное самое главное конечно то что роддом успешно продолжал функционировать все советское время при этом вместо семидесяти мест организовали сначала 204 койки для рождения детей ну а затем происходили социальные перепланировки переорганизации этого заведения и в результате количество коек снизилось чуть более ну до стапов чуть более сотни стало ну потому что все таки здание хотя и достаточно большое но все таки оно трехэтажное и оно все таки не рассчитано на ну уже по современным требованиям даже и по советским требованиям было на такое количество большое рожение на 200 человек оставили ну примерно половину 100 рожение ну что более-менее все таки можно было рожать в относительно комфортных условиях в соответствии с санитарными нормами при этом в здании сохранялись интерьеры начала 20 века то есть с того времени когда был основан роддом в роддоме даже был создан музей на котором можно было посмотреть историю основания роддома его этапы жизнедеятельности ну и небольшой такой даже музей там сделали музей акушерского маленького ну это там больше для своих он такой в общем-то не общедоступный ну по понятным причинам роддом вот и в общем функционировал роддом и все советское время да там красивая литнина была горят светильники оставшиеся в том числе с дореволюционных времен ну и функционировал соответственно и в постсоветское время долгое время причем в 1994 году ему было подращено его историческое наименование роддом имени Акрепина Абрикосова собственно убрали и это правильно наконец вот и вот так он назывался роддом номер 6 имени А Абрикосова Акрепина Абрикосова и здесь рождалось около двух тысяч детей в год то есть если соответственно до революции это было 200 ну собственно говоря там тоже может быть было ну поменьше все-таки рожали да все-таки меньше на 7 сколько было рассчитано да до 200 женщин в год там в принципе обычно было рожали и то соответственно уже вот в советское время уже постсоветское время тут обычно проходило около двух тысяч робот в год то есть вот так увеличилось примерно 10 раз количество роботов ну примерно ну несколько раз ну это в принципе понятно раздуматься естественно разросся вот здесь уже за время ну более чем столетней истории сложилась своя цель даже школа акушерства свои врачи работали в чем врачи очень хорошие вот и здесь всячески пытались избежать кесарево течение все идеально это сделали и в общем во многом это удавало до 70 процентов женщин которые в общем то в других больницах делали кесарево течение да были осложнения природов соответственно здесь этого удавалось избежать ну конечно были случаи несомненно никаких других выходов не было но старались это максимально возможно избежать ну и кроме того также здесь был очень такой роддом отличался таким очень доброжелательным отношением персонала очень тесным контактом матери ребенка практиковалась такой ранее прикладной груди очень тесный контакт хороший был вот и хорошее отношение у персонала и ружине ну все и поэтому даже вот эта больница она была так сказать названа всемирной организацией здравоохранения больницей которая в общем очень хорошо относится к человеку больница доброжелательная к человеку ну то есть в качестве только лестное слово конечно здесь ну да и кстати вот 2003 года больницей руководила Светлана Брадинская она сама была доктором медицинских наук и помимо так сказать хорошего отношения к пациентам также и в больнице вообще работали высококвалифицированные врачи они были не только душевные не только теплые отношения еще и профессиональные это очень тоже важно здесь было даже 4 доктора медицинских наук и 8 врачей имела высшую аттестационную степень ну то есть там высшую квалификацию врачей ну а всего здесь вот работало 16 врачей на момент закрытия роддома конечно естественно не надо ничего реализировать естественно были проблемы ну скажем так помимо персонал все это понятно все хорошо и здесь в этом плане все более только восторженные отзывы но все таки опять же не все условия тоже всем нравились да говорят даже ну те туалет был в одной стороне там душ в другой стороне ну в общем какие-то такие вот были некоторые такие бытовые неудобства некоторые роженицы были о чем они тоже говорили то есть ну опять же не все конечно понятное дело и в условиях тоже каких пребывания было наверное правильно ну все-таки здание больше чем столетние конечно тоже могли быть какие-то проблемы поэтому здесь естественно идеализировать не нужно но все таки в целом роддом выполнял свою функцию и в общем многие местные жители которые да и не только местные родились именно в этом роддоме и в целом ну подавляющее большинство людей с благодарностью о нем вспоминали четвертым годом для этого роддом остался в 2012 год и как бы ничто не предвещало но вдруг выходит фактически секретный приказ министра здравоохранения Москвы Печатникова который ну опять же такой очень витиеватой полировкой там в целях оптимизации там в целях ну идеи порядка оптимизации и так далее ну в общем такие вот слова конечно улучшение там обслуживание и все прочее понятно что все под благовидно предлогом фактически этот роддом был закрыт ну сначала он на некоторое время был присоединен в качестве филиала восьмой больнице московской вот при этом был лишен печати лишен самостоятельности то есть он просто стал филиалом вот и фактически большинству сотрудников предложили подустраиваться где хотят там да вот ну а потом вскоре просто роддом был закрыт просто закрыт естественно все было расформировано музей был ликвидирован который там образовался роженицы наверное по другим роддомам как говорится расставали распределили ну и естественно персонал тоже где-то уже нашел себе работу в других заведениях очевидно медицинских в большинстве своем наверное да после реквалификации я думаю что уже особого труда это наверное не составило в принципе хотя конечно ну определенный стресс наверняка многие испытали и на этом роддом имени Абрикосова прекратил свое существование таким образом он проработал более 100 лет ну если быть точнее то 6 лет вот в 1616 году в этом время он открылся но в 1916 он был закрыт ну долгое время в принципе его судьба здания была непонятна что-то не даже не знали что туда в принципе сунуть там были структуру всякие прошли ремонтные работы реконструкция определенная хотя в целом облик здания сохранился вот наконец-то в 2015 году нашли новую организацию которая появилась в этом роддоме и теперь с 2015 года и до следующего времени в этом роддоме находится государственное учреждение которое называется соцэнерго и оно занимается обеспечением ремонта и эксплуатации тепловых электрических детей организации здравоохранения Москвы нашли место роддом ну и вроде бы как бы ну конечно понятно что хорошо что хоть не офис какой-то хоть и какая-то там непонятная мутная конторка но вроде бы какая-то организация связана с здравоохранением ну с другой стороны раз сравнить роддом и соцэнерго конечно такой организации она естественно нужна и важна но не далеко ей могли бы подобрать и какое-то другое помещение ну что хочется сказать хочется сказать то что конечно рожать это твое не перестанет понятно что и рождаемость в Москве растет это понятно мы это видим на своих собственных глазах как много детей появилось особенно в последние годы ну в других роддомах рожают это все понятно тут по-моему все очевидно но проблема то в чем заключается да и даже не то что там ну столетняя история там дома там вот многие помнят там и так далее ну да это все понятно но ладно в конце концов ну когда всегда что-то было когда-то какой-то местный храм занимать сейчас там офис находится или наоборот ну в общем все это понятно так что в истории все меняется и постоянно мало что есть почти ничего нет все понятно хуже другое вся же штука в том что все это проходило фактически тайком то есть не спросили мнение местных жителей да то есть все это проходило без обсуждений все это в директивном порядке вот просто взяли приказали сократили по каким-то вот соображениям которые даже не объяснили ну там опять же в директиве от оптимизация улучшение обеспечения там медицинского и да все это понятно но это все такие вот слова а конкретно никакого обсуждения не было да никакого не референдума не опроса то есть все это вот потихонечку даже не было предано этот указ глаз то есть он настолько все это делали потому что чувствуешь что делать нехорошее в принципе да как-то все и калуарно так потихонечку там скрутили вот ну в медицинской линии этот указ там кому надо узнали все это быстро сделали ну естественно когда потом стали закрывать естественно уже узнали многие люди ну а сначала как практически кто об этом узнал понятно вот так вот и плохо вот именно вот это то что не спрашивает много людей то что как говорится вот не хотят считаться с ними и опять же это вот именно такой вот знаете вот люди друг на другом издеваются это показатель издевательства людей друг на другом вот человек вот имеет власть и он может вот не власть он может издеваться на других помещать какие-то свои комплексы просто вот мстить даже в каком-то ну мало ли там что-то у человека то есть вот он просто вот так вот самоутверждает который находится чиновник там такой ну пусть он там на травоохранении неважно вот и таким образом вот понимаете вот он издевается а люди они же тоже страдают из-за этого да то есть он как бы вот издевается вот людьми а они тоже страдают и они потом тоже стараются вымещать зло на конку да потому что знаете сколько людей пострадало и жители которые тоже хотели здесь рожать и персонал который был вынужден искать больницу этот может оторвали его от родных отчетов ну естественно много людей пострадало и естественно они тоже озлобляются да и они потом тоже вот это зло несет и вот таким образом это зло оно распространяется оно распространяется и по москве и по миру да и вот этот друг друг на италии да вот мы вас А потом люди, которые, они тоже ослабляются, и они тоже начинают потом, понимаете, это тоже, мало, потому что не каждый может смиренно стерпеть, как-то перенести вот это все, как-то там, страдость, как-то там, терпение, да, они тоже начинают, и, конечно, вот это вот создает такую некомфортную атмосферу. Вот это самое главное, что вместо людей друг к другу, да, вместо помощи, они наоборот друг дали, и стараются как-то вот ущенить, унизить, делать боль, вот это самое, мне кажется, плохое из того, что произошло в данном конкретном случае, ну, не только в этом, но и в данном конкретном случае, то есть не то, что там даже угробили вот такой трудом, это тоже печально, но и сам по себе вот этот вот шаг такой, злобный шаг такой, шаг, так сказать, такого вот именно, не то даже напревательства, а такого даже какого-то в смысле садистского отношения, вот, к лимбам, которые пребывали в этом роддоме, здесь рожали, и вообще не хотели того, чтобы это было. Но, такова история, такова жизнь, я могу лишь констатировать то, что случилось, сейчас у этого дома, у этого здания уже новая жизнь, а в целом оно до сих пор, в общем-то, радует нас своей красотой, и вы можете видеть это здание неподалеку от Проглорусска, если будете гулять около Миловской площади. До новых встреч!